всем добрый день давно не снимала своих птичек курочек уточек индюшечек сейчас вам расскажу какие у нас тут новости переселения муж назвал теперь наш курятник коммуналкой ну где-то да похоже на коммуналку всех переселили вот сюда вот в один этот курятник здесь у нас теперь вот в одном вот в этом вольере куры марана черно-медные с петухом с мараном вот он как раз лигорные остатки я их не буду больше инкубировать так как у меня вот в том вольере были парочка лигорнов я их не брала от них яйцо на инкубацию они как от браковка у меня шли но на столовое яйцо в принципе очень хорошо даже не слись но теперь они тоже в этом вольере а так как мне больше скажем так на инкубацию нужно яйцо маранов то здесь и петух маран утки мускусные здесь были и перевели мы сюда и индюшек теперь короче все здесь вам конечно не видно но вот вот день дюшка стоит вот так вот здесь сетка ну вот стена из сетки мы им продлим вот под те столбы будет вольер у них чуть побольше выкопали помет года два или три на не чистили привезли песка заказали отсыпали вот песочком теперь у них тут красота вода в ведрах вроде бы воды хватает еды хватает вот еще что смотрите вот кормушка да все равно рассыпают и вот если присмотреться видно зерно рядом вот с этим кольцом утки когда заглатывает они все равно немного рассыпают поэтому на улице я стараюсь им насыпать в кормушку только зерно не комбикорм сарае конечно их тоже там кормушка там и комбикорм есть пополам зерном пшеницы сейчас у них зерна смеси нет на базе поэтому пока только пшеница принципе мне зерна смеси не особо и нравится там кукуруза целая они не едят целую кукурузу но зато вот есть семечко так но здесь вроде показала пойдемте дальше то что будет дальше вот у нас там перестройка и в том сарае будет такая небольшая интрига для моих подписчиков друзей зрителей это я сниму вам попозже что там будет дальше у нас в том сарае какая там будет переделка перестройка так теперь здесь у нас фитук загорский до мальчик остался жив скажи после побоища только из-за того что сидел в клетке кто смотрел мои видео у меня месяц назад приходила лиса не собака это была лиса она у нас тут прошлась по всем практически участком в одном на одном участке через нас через дом от нас вообще восемь кур не высчитались ну короче лисы нас атакуют тут вокруг нашего военного городка кругом лисы их уже видели с лисятами уже ничего не бояться выходят ночи четыре назад я у себя на террасе видела лисенка причем ночью был по первого ночи у меня собака рвалась непонятно я понимаю что у меня кто-то бегает по террасе я выхожу включая свет стоит лисенок такой подросток худощавый вот еще один петух загорский тоже остался жив только из-за того что был в другом сарае заказала я себе еще загорских лососевых суточных так что мальчики будут ждать своих девочек что еще ну это перепелки все как обычно очередная партия бролеров им чуть больше недели так не пугайтесь на мой мордак если это я приехала после работы и вот выкинули старый поддон с носистом вот здесь вот он у нас был надо немножко прибраться так вот у нас теперь вот здесь вот сидит петух лигорн кстати петуха я продаю за чисто символическую плату чтобы мальчик не мучился скажем так за мешок пшеница кому надо обращайтесь очень хороший активный мальчик ему года два всего до девчонки так ну что это вот наши ломан браун кто смотрели мои видео знают я покупала суточных вот там сейчас примерно до месяца недели чуть больше недели вот такие девчонки пока сидят вот в этой в клеточке потом конечно побольше будут когда занесутся я их соединю с курами сейчас их нельзя соединять просто их заклюют как только занесутся все их можно будет уже соединить допустим можно соединить их с маранами яйцо другого цвета и поэтому можно будет определить где чье ли яйцо чтобы не брать яйцо на инкубацию кто не знает кроссов не инкубирует это искусственно выведенные конечный результат курицы скажем так можно попробовать поинкубировать но первое потомство от них может быть будет и нормальное потом думаю не стоит чуть попозже разделю их вот в ту клеточку хотела сразу разделить но там ячейки побольше другая клетка сетка там везде вот такая вот сетка побольше они вылазят головы высовывают его ведь индюшка как стоит высоко индюшки их клюют просто я так посмотрела учета я испугалась пока девочки сидят вот здесь вот ну ничего он им насест муж сделал в три этажа вон раз там вот две перемычки вот здесь вот еще один стоит у них нормально так теперь что у нас по индюкам сейчас вам расскажу про индюков это вообще шоу что-то с чем-то это у нас бройлер на индюки кто смотрел знают я в этом году первый раз решила взять я извиняюсь бройлер на индюков едят только комбикорм они могут поклевать зерносмесь зерно но не активно скажем так не набрасываются я их вот уже покормила насыпала им комбикорма вот так вот у них подвешенные ведра подсыпаю просто опилки и осушитель подстилки периодически сыплю в основном сыплю вот в тот вот угол свет включу вот там ведро с водой обычно у них две таких ведерки на ночи я оставляю одну половина сидят на насестье почему-то на вторую полку они туда не хотят пролазить остальные сидят здесь на полу травой не кормлю даже не пробовала не знаю принципе можно было попробовать будут есть не будут но я не стала рисковать пока еще не поняла нравится мне их держать или нет посмотрю по деньгам по себестоимости во сколько мне выйдет вот это вот их содержание кто смотрели знают они у нас сидели вот в этих клетках вот в этой клетке и вот в этой клетке но когда вот здесь вот у меня в этом вольере побоище то произошло я так подумала подумала и спустила их вниз ну что будет вольер пропадать зря пустовать там вот у нас ведь уже за месяц травой обросло ну в принципе могу попробовать вам сделать фокус не знаю правда получится или нет показать как они кидаются на комбикорм вот привезли размолк здесь семечкой пахнет вы не представляете как пахнет семечкой но это он у меня перепелком идет молодняку идет мне не едят сейчас вот тут у меня пока 4 их правда уже покормила ну сейчас попробуем показать вам просто как они кидаются на комбикорм ну сытые конечно обычно тут кидаются все сразу начинает уже драться видно вот если заметили у некоторых клювы такие вот с кровоточенными мы посмотрим им в августе 4 месяца я по-моему в апреле брала май июнь июля в августе им будет 4 месяца обычно полгода их держит как бы и можно убирать начинать ну посмотрим так показалось что еще по курам лигорные как бы вроде но как неслись так и неслись свои гнездах но меня порадовали мараны они сразу нашли свои вот эти вот гнезда я очень этому была рада но единственное что дерутся конечно дерутся одна индюшка тут всех гоняет но она как бы гоняла вот мараниха смотрю так периодически 1 гоняет тут лигорнов ну ладно что с этим сделаешь у меня другая проблема начинается может быть у кого-то есть информация по поводу крыс я очень буду рада комментариям кто как с ними борется потому что мы что только не пробовали у нас даже было электрический отпугиватель такое ощущение что крыс стало еще больше сегодня была на работе муж звонит ты сейчас шок получил ну вот кто смотрели сегодняшнее видео там у нас сарайчик мы приделали пристроили значит поросятам крышу говорит доделываю на сарайчике железо прибиваю краем глаза понимаешь что кто-то говорит носится год рядом сбоку быть не понял я говору на что ли ну ворон игре я видела прыгают группа крышам он будет нет как крыса вот на этом вот значит вольере по поликарбонату вот здесь относится крыса я вообще в шоке вы смотрите ветер был кабель сволокло стащила сейчас закидывать буду могут ягода еще охренел ягод спустился взял кошку кошка вот там вот спала они кстати у нас стали опять ходить в тот сарай поросят же мы убрали все теперь спокойно можно заходить опять там спать он у нас стоит сейчас на проветривании ягод спустился взял кошку закинул ее вот сюда на крышу кошка приятно удивилась за этой значит крыса и бегом крыса спрыгнула нас вон тут пару дней назад канаву чистили ну ягод так и не понял поймала это на и не поймал но кошки долго не было может быть догонала говорит она ее не догнала обычно у нас крысы появляются осенью а это уже лето и они представляете они почувствовали что в том сарае никого нету они уже туда лезут прогрызли дыру уже в полу прогрызанная доллара и муж видел следы крысиные я все я уже в полуобрачном состоянии я боюсь крыс мышей полевок хомяков морских свинок ручных домашних крыс я их боюсь живых я их боюсь дохлых у меня уже начинается паника а мне еще сказали вот вы завели поросят а теперь осенью вообще у вас все крысы будут сидеть прямо в свиных этих кормушках хотела сегодня купить отравы мне сказали ты что нельзя у вас кошки кошки нажрутся отравы кошки сожрут крысу дохлую которая травленная полазила по интернету кто чего пишет кто говорит что кошка чувствует что крыса отравленная она ее жрать не будет другие пишут что есть сам процесс крысу поймать но у меня вы не представляете как у меня проходит обычно осенью или ранней весной утро я бужу мужа толкаю его чтобы он пробежался по участку посмотрел нет ли где-нибудь дохлых крыс если есть он их выкидывает потом иду я скажем так с удовольствием по своим курятникам вот для меня вот это я могу тут я не знаю днем и ночью пропадать своих курятниках но теперь-то он у меня один курятник будет муж назвал а я сказала по-моему до коммуналкой это назвал и я с удовольствием сюда хожу но вот это вот это полчища вот этих грызунов меня просто убивает вы не представляете в каком я шоке просто в каком я ужасе вот даже где-то есть вдалеке увижу я бегу совершенно в другую сторону с визгами ору кричу хотя она может быть сама бежит в другую сторону от меня вот так что если у кого-то какая-то есть информация я очень буду благодарна можно ли разложить вот особенно вот отраву чтобы у меня кошки скажем так не погибли потому что вот который у нас сейчас вот этому ся 1 июня был год очень хорошая кошечка она и ловит и мышей и крыс она постоянно кого-то тут приносила нам и осень весну так вообще кошмар причем они их жрут этих крыс вот в чем дело я уж не буду вдаваться в подробности иногда как муж говорит один хвост оставляли еще там кое-что вот можно было понять что это была крыса я уж извиняюсь за такие подробности но это сельская жизнь от этого никуда не денешься вот что-то я вам наболтала уже почти на 20 минут так что еще хотела сказать выставила я на продажу семью вот этих индюшек и индюка очень жалко но я все-таки решила с индюками с породистыми расстаться кто смотрел мои видео знают что это скажем так привозили их с генофонда ставрополье яйцом выводила я их сама получала я от них очень хорошее потомство в этом году продавала индюшат и в том году продавала индюшат вот им два года так так